Всем привет! Меня зовут Евгений Белозеров. Подожди-ка. Еще раз, потому что начала секунда, а ты начал говорить. Ага, давай. Всем привет! Меня зовут Евгений Белозеров. Я бренд-шеф ресторанной группы Bronco Restaurant Group. Сегодня мы у меня дома, и мы приготовим сегодня полноценный ужин. Он будет состоять из холодной закуски, горячей закуски и основного блюда. Приступим! Первое наше блюдо, это будет сагудай. Либо сагудай, либо сугудай. Это и так, и так будет правильно. Блюдо народов Крайнего Севера. Собственно, откуда я сам родом. И сегодня у меня есть такая рыба, которая называется муксун. Это из семейства ласосевых, из вида сеговых. И Дима, смотри, мы видео снимаем. Не видео снимаем, папа готовит. Он будет появляться в кадре, молодой человек. Итак, муксун. Мы его выпотрошили. Да, у тебя очень красивые зубки. У тебя очень красивые зубки, да. Иди, сейчас будешь папе помогать готовить. Да, буду. Удалили все плавники. Вы можете это сделать дома, сами самостоятельно. Либо попросить на рынке у своего рыбника. В принципе, я и прошу. Они его потрошат, убирают чешую. Нам остается только это разделать рыбу. Что еще можно сказать про это блюдо? Вкусная. Вкусная рыба, да. Можно также попробовать сделать из такой рыбы, как называется, чир. И будет гораздо вкуснее, она более жирная. Можно сделать из пумбрии, можно сделать из любого вида лососевых. Не важно, вообще какая рыба есть, и с той рыбой можно сделать. Приступим. Для начала мы ее разберем. Смотри. Взлайзь. Взлайзь. Вот. У нас еще понадобится один маленький человек, который зовут Александр. Скажи всем привет. Всем привет. Всем привет. И собака-охраняка. Собака. И собака-марс. 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 Да. Собака-планголка. 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 Паузу можно жить? Так, мы разобрали рыбу. У нас получается такой скелет. Две филешки. Сейчас мы филе до конца зачистим. И при помощи искусства монтажа мы этот процесс ускорим. Теперь просто снимем. Теперь самое то, что будет под ускорением. Почему бывает это, которое ты снимаешь, а бывает черное и горькое? Черное это уличный хлеб таких, ну, очень часто попадается. Желудок. Здесь просто хорошо уже почистили на рынке. Все, до меня. Так. Теперь нажимаем на... Итак. Следующий шаг после того, как я сделал филе на коже. Тут дальше кто как любит. Можно делать чистое филе. Без кожи, можно на коже. Я делаю на коже. У меня в семье это любят. Я люблю кожу по желанию. Итак. Мы режем операционные куски. Кусочки вы играете сами. Я бы советовал сильно обмельчить. То есть, такие, шириной 2 см где-то будет самое то. Перескладываем в емкость, которая любит мариноваться. Сейчас мы защищаем доску. Замываем. И приступаем к мариновке рыбы. Для этого нам понадобится маленький помощник. Здесь, конечно, с удовольствием нам помочь. Так. Нарезали рыбу. Присаливаем. Тут кто как любит. По соли. Добавляем немного перца. У меня в данном случае тут смесь четырех перцев. Можно добавить халапеньо. Кто-то любит там сухой. Какие любите перцы, тебе добавляйте. смесь здесь у меня прованских трав. Тоже по вкусу. Этот пункт необязателен. На самом деле, вариантов сагудая масса. И на самом деле, какой правильный сагудай, наверное, никто не скажет, правильный рецепт. Потому что я был и на самом-самом крайнем севере и в моей семье. Все всегда готовили по-разному. неотъемлемая часть сагудая, это, конечно же, репчатый лук и кислота. Тут тоже дело вкуса. Кто любит какую кислоту. Изначально моя мама готовила всегда сагудая с большим-большим количеством уксуса. В дальнейшем она перестала добавлять очень много уксуса, стала добавлять лимонный сок. Мой брат старший тоже добавляет больше лимонного сока и меньше уксуса. Я все-таки приверженец старой школы и как запомнил этот сагудай, когда мне было 10 лет, когда я там жил в Норильске, я добавляю очень много уксуса и когда уксус попадает, взаимодействует с рыбой, получается процесс некой варки рыбы, она начинает белеть. Тут опять-таки момент, в принципе, это блюдо можно будет уже готовить через 2 часа после того, как вы замариновите, можно через 3, все зависит от того, какой ходительный эффект достичь от рыбы. Я все-таки ем эту рыбу и мячем ее спустя сутки. На ручке сейчас нельзя, мы сейчас... Давай готовим вместе. Готовим вместе. Итак, сейчас мы нарезаем лук. Лук надо много. Лук нарезаем кольцами. Лук у нас не самого лучшего качества попадается, видите, какой... Сейчас, в принципе, у нас страницу у нас самого лучшего качества и уровень жизни и продукта. Спасибо, что светлик учился. Саша, Маша, нужен свет. Нет, не берем. Нет, папе, чтобы было светло. Так, нарезали. Берем емкость, в которой мы как-то формаринуем. Ну, это жизнь, как бы, да, у нас непостановочные кадры. Видите, ребенку не объяснить, ему будет два с половиной, что нужно, что можно, что нельзя. В принципе, что хочет, то и творит. Ну, когда есть захочет, придет. Так здесь все в этой квартире, когда хотят есть, все приходят и дружат с папой. Ну, со мной, то есть, за еду. Лука надо много. Прям, ну, очень много лука. На самом деле, я беру лука, как правило, в два раза больше, чем рыбы, а то и спирит. Примерно, как на шашлык. Ну, наверное, я, наверное, на шашлык тоже лука беру больше, чем все остальные. Не знаю. У меня опять любовь, наверное, к луку. Тем более, сейчас, когда я имбит по 4 тысячи рублей килограмм, а лимонный по 700, то, слава богу, репчатый лук еще у нас не подорожал. Так, для начала мы добавим чуть воды. Добавим уксус. Там будет в конце рецепта, в конце видео будет рецепт по граммам, сколько чего надо. Но, опять-таки, мы готовим дома, не в ресторане, и какие-то там рецепты, пропорции соблюдать им не будем. Так, все, на класс. И добавляем немного растительного масла. Опять-таки, про масло можно добавить оливковое, можно добавить любое масло, которое вы любите. Можно добавить даже кунжутное масло, если вы хотите сделать какого-нибудь азиатского, стиле сегудай. Но я использую растительное, потому что все-таки это блюдо народов крайнего севера, и в норильске у нас, откуда я родом, было только растительное, оливкового там было не достать, чуть растительного масла. И можно немного растительного масла добавить в руку. Иди ко мне на руку, Саша. И теперь легким движением руки мы немного этот лук пожмем. Давай, папе, помогу, а потом тебя подниму. А что, мультики не смотрятся? Молодой человек, как там мультики? Афортится. Смотрится? Так давай. Все, оставляем этот лук. Мариноваться на 20-30 минут. Следующее блюдо, это будет горячая закуска. Мы находимся в Петербурге сейчас в апрель. И как можно представить в апреле Петербург без корешки? Да, сегодня именно она. Так получилось, что у нас второе блюдо из рыбы. Не секретный, тот, кто меня знает, знает то, что мое главное хобби и увлечение это рыбалка. И могу сказать так, что корешку я очень люблю. Как ловить, так и есть. И так получилось, что у меня мама родом с Владивостока, где тоже так же любят корешку ловить и есть, как в Петербурге. Я родом из города Норильска, где точно так же любят корешку ловить и есть. И недавно услышал, увидел такой пост в интернете, что корешка именно в Питере, именно когда заходит в Неву, обретает запах огурца, потому что у нас Нева, там какие-то там вода у нее такая. На самом деле, это полный бред. Корешка пахнет в Востоке, у нас на Лицке на Енисея она пахнет огурцами и здесь она пахнет огурцами. Итак, немного для начала о корешке расскажу, как выбирать правильную корешку, хорошую корешку. То есть, у корешки на самом деле должна быть немножко темноватая спинка, сейчас у меня уже зеленоватая, это я уже сам смыл. Когда вы видите изначально на прилавке вот такую вот корешку, прям четкая зеленая спинка, это значит, что эту корешку уже промыли водичкой, она уже полежала и тому прочему. Изначально у нее должна быть спинка темного света, то есть, это ее естественный такой окрас, естественная такая слизь, которую вот сегодня я купил опять-таки на рынке, да, и сейчас вот я ее под водой немного промыл и убрал эту слизь. Но зачастую, ну да, у нас в магазинах продают уже вот такую корешку, и я бы не советовал ее брать. Сейчас я покажу два способа, как чистить корешку. На самом деле есть масса, можно ее распотрошить полностью из брюха, да, достать в кремет, вытащить икру, потом обратно икру вложить. Расскажу про первый способ и расскажу тот способ, который я постоянно использую. Итак, первый способ это, если вы хотите, чтобы голова осталась, можно немножко надрезать и таким вот образом, да, вытащить внутренность. тяжкое занятие, да, это, ну, подвыдавливая немножко, вытягивая, вот, все это вытягивается, это история. И корешка, да, получается чистая. Но это пачканье рук, времени и тому прочее. поэтому я не приверженец такой чистки, бонюшки. Я, как раз, наиболее простой, легкий и быстрый способ для тех, кто не ест головы, ну, мы семенили. Берем ножик, не важно, какой маленький, большой, надрезаем немного голову и вытягиваем, все. Выцепляем и все. Берем также следующую и все вытягиваем. Икра все остается, внутренность все выходит. Достаточно просто, быстро. Конечно, может, там, какой-то процент чего-то остаться, там, где-то внизу, но процентов 90-95 из нее все выходит. Главное, что остается икра. Все. Пусть гири гири с ку-ку-ка. Пусть гири с ку-ку-ку. Молина не подтаяла. ку-ку-ку и будет так выглядеть и будет говорить ку-ку. Ку-ку-ку-ку? Ты кукушку поставил? Да. Молодец. И будет говорить ку-ку-ка ку-ку-ку. И будет говорить ку-ку-ка ку-ку, ку-ку. Под вечер какой-то разактивничался. Угу. Под вечер разактивничался. Семь часов уже. еще Я его тоже ударю все. Ну, в этот момент все ускорю. Ну, да-да-да. И про желтую. Да. И золотую поспособить. Ты можешь такую любую рыбочку? Не знаю, я по колечке знаю. Не, еще по колечке. Ну, так, быстрый пост. Вообще. О, да-да-да. Вот, 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 вот. На паузу ставить пока. А? Пока на паузу. Не, не снимай. Итак, после того, как у вас, у вас, у нас получилось слева туловище, справа голова и это все, гора трупиков, мы продолжаем готовить колечку дальше. Что нам понадобится? Сначала мы все это зачистим, уберем. Я все поставил в раковину, как бы, не проблема для меня. Там, она говорит, что жена помой. На самом деле, есть такая шуба, как измельчитель, да, если все измельчаем. И есть такая шуба, как посудомойка, которая все моет. Так, ты поможешь муку насыпать? Да, муку насыпать. Давай, иди сюда, неси муку. Вот он, мука. Давай. Удави сюда. Так, открываем муку. Открываем муку. Двери ложку. И следующий лайфхак. Салфановый протек. Ну, вот такой тоже старый лайфхак, мало ли, кто может не знает. Насыпаем сюда. Давай. Насыпай мне сюда муку. Давай, вот снимем крышку, чтобы было удобнее. Давай. О. Давай. Насыпай. Давай еще. Еще, еще, еще. Давай, смотри. Вот, молодец. Давай еще такие. Две ложки давай еще. Раз. И еще одну. Два. Молодец. Давай мне ложку. Я уберу. Подожди. А посолить? Посолить поможешь посолить? Да, я поможу посолить. Так, берем соль. Болем муку. Давай, сильнее, сильнее. И еще. И немножко посередине крышку. Все, молодец. Спасибо большое. Все. Спасибо. А теперь будет велико. Так, посолили муку. Потерчили. Это все официально, кто сколько хочет. Перца. Специи можно добавить. Траву и тому подобное. Я приближенец пластики. Я приближенец пластики. Итак, мы берем сольюшку. Загружаем в пакет. Загружаем в пакет. Пакет порвался. Пакет порвался. В момент, когда он ввется, будет убрать. Все, получается, у нас чисто, ни где нету муки. И вот такая вот пакетка. Запонировалась. Сейчас мы начнем ее жарить. Сейчас мы начнем ее жарить. Спасибо.